За прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. На Изюмско-Славянском направлении идут бои в районе Долины и Краснополья. Противник всеми силами пытается отбросить наступающие силы от Славянска. В районе села Адамовка в ходе воздушного боя был сбит украинский Су-25. На Донецко-Луганском направлении идут интенсивные бои за село Григоровку. Находящийся на противоположном берегу Северского Донца национальных парах Кременские леса насыщен диверсионно-разведывательными группами противника. Огромную территорию лесного массива защищает российские разведгруппы. Украинское командование налаживает сеть укрепрайонов по линии от Северска до Артёмовска. Понимая значение предстоящей битвы за Донбасс, ВСУ создают систему долговременных фортификационных сооружений, окопов, блиндажей и защищённых командных пунктов. ВСУ обстреляли приграничные сёла Курской области, Елизаветовка и Андреевка. Удары с беспилотников наносились по позициям пограничников. Президент России Владимир Путин сообщил, что ещё не так серьёзно задействовано участие России в специальной военной операции. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то, по большому счёту, всерьёз пока ещё ничего и не начинали. На остров Змеиный высадилась группа 73-го морского центра сил специальных операций Украины для установки флага и организации фотосессии. Однако за символическую доставку флага и селфи украинские спецназовцы заплатили дорогую цену. Часть бойцов была уничтожена в результате ракетного удара в российской армии. Национальное подразделение «Кракен», прославившееся пытками над военнопленными, отказались выполнять приказ по передислокации из Харьковского района в Покровское. Кракеновцы понимают, что в битве за Покровской им придётся сражаться против штурмовых подразделений «Вагнера». Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николаичук сообщил, что золотовалютные резервы Украины будут храниться в Польше до нормализации обстановки. Но у пана Атамана нема золотого запасу, и хлопцы стали разбегаться в разные стороны. И правильно делают. Ишь так дальше пойдёт, я тоже разбегусь в разные стороны.